Герт де Кокерн. Разговоры. Корова и заяц. Был солнечный день. Коровы и заяц устроили на лугу пикник. «Ммм, как было все вкусно!» – сказал заяц, когда они съели все. «Это потому, что мы друзья!» – сказала корова. «Тогда все становится вкуснее?» – спросил заяц. «Намного вкуснее!» – решительно сказала корова. «Как торт?» – «Как блинчики!» – «Да, как блинчики со сметаной!» «И с медом!» – «Когда много-много меда!» – сказала корова. «Ой, да!» – подхватил заяц. – «С пятью ложками меда!» «Чтобы все стало липким и сладким! И тогда мы друг к другу прилипнем!» «Навсегда!» – «Да!» – сказала корова. «И тогда мы больше никогда не расстанемся!» «Ой!» – заяц встрогнул и посмотрел на корову. «Немного испуганно!» «Больше никогда!» «Больше никогда!» – решительно сказала корова. «Даже если поссоримся!» «Даже если поссоримся!» «И даже если нам будет нужно немножко отойти в разные стороны!» «Не получится!» – сказала корова. «Нам всегда придется идти в одну сторону!» «Мне и тебе!» «Вместе!» «На веки веков!» И они замолчали. Заяц посмотрел на Лютик. «Даже не знаю, хочу ли я этого произнес заяц!» «Чего этого?» – спросила корова. «Ну, вместе на веки веков!» «Века – это так долго!» «Да!» – сказала корова. «Это так!» «Но на самом деле никто не может быть вместе на веки веков!» «Ну, ведь один из нас все равно умрет раньше другого!» Заяц испуганно посмотрел на корову. «И тогда мы больше не будем вместе!» «И я останусь только я?» «Сказала корова. А почему ты?» «Спросил заяц!» «Ну, потому что корова живет дольше, чем заяц!» «И корова намного больше!» «В ней больше жизни помещается!» «Ой, больше, чем в зайце?» «Вот как!» «Хм!» «Сказал заяц!» «Его нужно было об этом хорошенько подумать!» «О продолжительности жизни!» «Возможно, было бы лучше, если бы он был слоном!» «Слон намного больше!» «Даже больше, чем корова!» Маленький паучок соскользнул вниз с цветка лютика. Заяц посмотрел на него и спросил себя, сколько же тогда должен жить паучок? «Возможно, он умрет еще до того, как опустится на землю?» «Ой, ведь он такой маленький!» Но паучок приземлился и быстро поковылял в сторону. «Ой, какое же это счастье!» «Подумал заяц!» «Какое счастье, что я такой большой!» «Подумал заяц!»